Здравствуйте! Средний платеж пермских водителей по штрафам ГИБДД составил 600 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив расходы автомобилистов на уплату административных наказаний через сайт сервиса. При этом 57% штрафов пришлись на платежи менее 500 рублей. Годом ранее такие суммы составляли 53% штрафов. В сервисе считают, что это связано с тем, что пермяки стали аккуратнее водителей быстрее гасить штрафы, пользуясь 50% скидкой, которая действует в первые 20 дней после нарушения. В целом, по России автовладельцы заплатили в этом году 2,3 миллиона штрафов ГИБДД через сайт Яндекс.Денег, а также приложение Яндекс.Штрафы. При этом с помощью домашнего компьютера люди оплачивают штрафы чаще, чем со смартфонов. В России может появиться единый каталог потребительских товаров. Это позволит сократить издержки производителей. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает «Известия». Он отметил, что данный каталог будет совмещен с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами. Мантуров добавил, что в настоящее время производитель при поставке товара в торговую сеть должен вручную заполнять анкеты с огромным числом данных для каждой сети. Цифровой каталог позволит уйти от этой трудоемкой и весьма дорогостоящей процедуры, подчеркнул министр. Центробанк намерен заменить отзыв лицензии у банков штрафами. Такое правило будет применяться в случае нарушения законодательства. Об этом пишет «Коммерсант». Как сообщает издание, Центробанк надеется, что модифицированные штрафы заменят отзыв лицензии и улучшат ситуацию для клиентов. Ранее глава банка России Эльвира Набиулина сообщила, что очистка банковского сектора может продлиться еще около двух лет. В 2018 году в Прикаме откроются еще восемь офисов многофункционального центра. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на главу краевого минсвязи Игоря Никитина. Новые филиалы появятся в тех местах, где велика нагрузка на имеющиеся центры. Также к концу января во всех пермских филиалах можно будет получать паспорта граждан России. Сейчас эта услуга доступна лишь в четырех отделениях. Помимо этого увеличится количество филиалов, которые оказывают услуги предпринимателям. Сейчас это оказание услуг налоговой службы и получение услуг фонда развития Пермского края. Курс доллара, установленный Центробанком на 29 декабря, составляет 57,62 рубля, курс евро 68,78 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.